Спешите! Я вас приветствую в студии телерадиокомпании ГРТ. В эфире программа «Обсуждаем вместе». Меня зовут Ирина Кара. Во второй половине дня, 16 мая, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией нагрянули в Центральную избирательную комиссию Гагаузи с обысками по делу о подкупе избирателей. Правоохранители потребовали собрать ряд документов, в том числе копии избирательных списков. По словам секретаря Центральной избирательной комиссии Алены Гюмишлю, сотрудники НЦБК хотели изъять избирательные списки, которые сейчас находятся в апелляционной палате Камрад. Вечером того же дня состояло специальное заседание Народного собрания Гагаузии. Все это проходило вместе с митингами. Митинг был и у здания Центральной избирательной комиссии, у суда Камрад, а также позже и у здания Исполнительного комитета Гагаузии. На этом митинге участвовали не только жители Камрадского района, были представители Чедерлунского и Вулканежского района. И сегодня в гостях в нашей студии представители Вулканежского района, патриоты Гагаузской автономии. Сейчас я вас с ними познакомлю. Итак, это Екатерина Филипповна Греку. Екатерина Филипповна, рада вас приветствовать. Спасибо. Это Илья Васильевич Савастин. Илья Васильевич, добрый день. Также Иван Петрович Фуер. Здравствуйте. И Вадим Николаевич Шинник. Вадим Николаевич, здравствуйте. Я вас еще раз приветствую в этой студии. Большое спасибо за то, что откликнулись, приехали, проделали такой не короткий путь к нам. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, 16 мая произошли эти события? Начнем с вас, Екатерина Филипповна. Мое мнение такое, что это все началось из-за того, что сам кандидат, который был башканом, не угодно кому-то было. Поэтому они так, наверное, хотели показать свое недовольство. Я не могу точно выразить, но, по-моему, только из-за этого. Что вот люди не согласны с этим, и вот поэтому решили. Но мне кажется, что для того, чтобы быть в Гагаузии, не нужно никакой партии, нужно всем объединиться и решить проблему Гагаузии, и решить все права гагаузского народа, которые не один раз и все время ущемляются Молдовой. Я так думаю, что даже очень рада, что столько людей сразу объединились и все вышли на митинги только с одним этим вопросом, вопросом, что почему молдавское правительство вмешивается в гагаузские законы. Это же гагаузские выборы, какая разница? Мы их, волеизлияние людей, значит, нужно уважать вот эти выборы. Мы выбрали, люди выбрали. Значит, 4 года нам жить с этим башканом. Какая разница, кто? Самое главное, что волеизлияние народа, значит, должны уважать, что да, люди выбрали, значит, пусть этот человек так и будет. Уже как он себе покажет, какая работа будет, уже будет смотреть. Нужно всем объединиться и сделать то, что делается в Гагаузии, а не так один туда, один сюда. Поэтому мое мнение такое, что не был угоден сам башкан. Вы имеете в виду, не был угоден башкан, это новоизбранный, да? Новоизбранный башкан, да. Не был угоден кому-то, поэтому они решили таким методом. Ну, мне кажется, что если все люди Гагаузии, которые все избиратели, скажем так, что доверили ЦИКу Гагаузии, значит, оно что-то стоит. Если бы не доверили, люди бы не пошли, не голосовали бы, а так, оно получается, что люди доверяют, а кто-то и в зне вмешивается и что-то решает за нас. Только гагаузский народ, сплоченный вместе, решает должны все наши эти законы. Я так думаю. Спасибо большое, Екатерина Филипповна. Илья Васильевич, вы скажите свою точку зрения по этому вопросу. Ну, я бы сказал, что невыгодно был вот этот кандидат наш, за которым мы избирали кого, Кишинева невыгодно было. Видимо, связано с этой партией. Вы думаете, что здесь связь именно с партией, да? Да. Но сказать, что именно из-за этого, нет. Там были и другие их кандидаты, которые вот и не прошел. Может, и не он. Я не имею в виду, что он. Но именно вот это, что мы избрали не того, кого бы они хотели. Но я возьму другое. Они между собой там не могут ладить эти партии в Молдове, в парламенте. Они друг друга не могут ни социалисты, ни коммунисты, ни пасовцы. Ну, обычно я их называю фасом. Ну, нет, не будем в студии говорить. Да, не будем. Ну, хорошо. И поэтому они что хотят делать? Аннулировать, что-то испортить. Я, когда получил этот сигнал, что надо собраться нам, мы быстренько собрались и приехали поддержать нашего кандидата, нашу автономию за наш народ. Мы за это с 88-го года, я с 89-го и 90-го, я участвовал везде в провозглашении Грузской республики. И никогда не останавливался, что менялось все. И какая бы партия ни пришла к власти в Кишиневе, я не видел, что не было улучшений у нас. Поэтому народ, видимо, обязан или вынужден избрать человека. Но пускай он будет даже не... Я так считаю, может, не право. Ну, потому что законы такие, что она наша, в Гагаузии. А в Румынии, когда и немцев избрали, и сейчас он, да, президентом. А в Кишиневе мы довольны, кто сегодня во власти? Какие партии, какие законы они принимают? Ущемляют автономию, которые вместе комиссия молдавская и гагаузская, тогда еще республика была, садились и делали этот закон. Уложение автономии. Совместно делали его. Сегодня почему-то вот этим властям не нравится вот этот вот документ, который как бы что-то лишнее нам дали, что-то не то, очень широкое дали. Хотя все время говорят, что мы широкие полномочия дали нам. Я не вижу этого широкого полномочия. Равенца между нами и другими районами, в принципе, нет. Я не говорю о том, что там-то молдаване живут лучше, а эти люди тоже мучаются, особенно сегодня. Они в нужде тоже, как и гагаузский народ. Поэтому мы всегда не против молдавского народа, но всегда против того режима, который сегодня не для народа служит, а служит хозяевам других государств. Ну, в любом случае, жители одной страны. Ну, мы избрали такой путь, наш народ избрал себе такого башкана, большинство народа. Значит, надо подчиниться этому. Народ избрал. Ведь в Конституции сказано, что сначала народ идет, а после власть. Народ избирает власть. Если бы народ не избрал власть, его бы не было. Мы избрали, а когда мы избираем себе руководителя, им не нравится почему-то. Хотя, что мы вот эти партии, они же, в принципе, у нас действуют, и выдвигаются куда-то, и командуют над нами. А у нас партии свою нету. Когда-то вот республика была, ну, такое время было и оружие было, но люди мирные не стали стрелять друг в друга. А там пройлась кровь. Этих людей, которые встали на той стороне против Приднестровья, они сегодня получили, как ветерана войны. Защищали свою родину. Илья Асильевич, я думаю, что до рассмотрения этого вопроса еще время придет. Да. Что-то мне так кажется. Спасибо вам большое за ваше мнение. Иван Петрович, что вы теперь скажете по этому вопросу? Что можно сказать по этому вопросу? Я вам скажу, что это серьезно, это было подготовлено и с самого начала. И когда последние, будем говорить, последние две-три недели, когда регистрировали партии ШОР на бах кандидатов, тут и пошла в самотухах. И кому ничего не надо было. Почему? Сегодня, на сегодняшний день, если так разу посмотреть, смотрите, получается, что самый активный в Молдове это партия ШОР, которая постоянно где-то митингиует, как-то выходит, как-то защищает и пытается защищать, пытается защищать интересы простых людей. Сегодня, кроме ШОРа, никто не выходит. Поэтому сегодня и есть тот кандидат ШОРа, который надо у него убрать. Это было, понятно, еще 12-го часа, когда привезли бюллетни. Сразу пришли, уговаривали, снимите того, снимите того, кого зачем снимать. Есть и коллег вышли, честно, на честной борьбе вышли на второй тур, так что давайте до конца и закончим. А то борьбы начали и его оставили наполовину. Это уже неправильно. И второе, тут везде кричат подкуп, подкуп. А о какой подкупе можно говорить речь? Я, например, не видел, что вы кого-то дали деньги. Вот все предатели гагаузского народа. Как можно назвать гагаузский народ предателем? Сегодня избрали тот кандидат, который люди считают нужным. Почему сразу называть людей предателями? Я вот этого не могу понять. И почему предатели? Если можно, я хочу рассказать только на двух частях. Ведь фактически гагаузии предали всем. Гагаузии предали. Не гагаузы предали, а гагаузии предали. Предали партию коммунистов, предали социалисты, предали пасовцы, предали демократы. Все пришли. Когда надо прийти к власти, привозят гагаузы такие хорошие, а потом, когда приходят и решат проблемы гагаузские, мы начинаем от них и давлять. По словам предали, вы имеете ввиду, что наша полномочия осталась? Ну да, конечно, полномочия. Я об этом и решу. Сегодня Гагаузия всегда указывает, что нам делать. То есть, мы в доме своем хозяева, а нам приходят соседи и говорят, не так, делай так. Это же крайне неправильно. Коли дали нам полномочия, коли есть у нас автономия, хотим, нравится, не нравится, но она есть. Коли она есть, значит, надо считаться с этим мнением. У меня такое. Огромное спасибо. Господин Шинник, ваше мнение по этому поводу. Вы участвовали в митинге в пятницу в преддверии выборов и на этом тоже были. В принципе, этот шлейф шел уже давно, еще заранее, до выборов Башкана и начался он еще за год до этого, когда мы проводили наши митинги, она уже тогда они начали искать след кого-то, что-то, и у нас, часто нас даже пытались случить с кем-то, искали разные руки. Были такие моменты, да? И с августа месяца мы уже давно, как бы идея витала в облаках, что было бы неплохо вообще объединиться и вместе идти шаг в шаг по сценарию. Неоднократно было предложение в обе стороны о том, что мы должны объединиться. Я считаю, что те митинги, которые мы провели, мы в принципе до логического конца мы дошли, мы собрали подписи, отправили их по всем инстанциям и также на последнем митинге, кто был в Коврате, мы передали полномочия наши, делегировали нашим властям исполнительной, законодательной. Но ответа не получили. Почему они уже дальше ничего не сделали, это уже надо спрашивать у властей, к сожалению. Хотя предпосылки были и очень хорошие, и могли бы, если бы с МОМ пошли, могли бы цену на газ уменьшить. За свет не могу сказать, но за газ больше, чем уверен, что можно было решить вопрос. Но, к сожалению, политической воли не было. Переходим к нашей стороне, с нашими митингами. Тоже это, на самом деле, это даже не варварство, даже не знаешь, как правильно подобрать это слово, то, что произошло 16 мая. Ведь было известно сразу, что ЦИК, председатель ЦИК сразу четко сказал, что, пожалуйста, мы готовы присутствовать и вас, сканируем, отправляем. Зачем эти маски шоу было делать, зачем запугивать, ведь у каждого из них за собой и дети, и семьи. Зачем этих женщин вообще до такой истерики доводить. Надо отдать должное и даже, как говорят, снять шляпу перед этими женщинами, перед ЦИКом, что они не дали заднюю, и они до конца остались верным ГГУскому народу. Потому что мы даже как-то в одном кругу были, мы сравнивали эту ситуацию с ситуацией, то, что было референдум 2014 года. Эти девочки намного больше вынесли, чем было тогда. То есть реально был натиск очень серьезный, и все мы прекрасно видели на самом деле, что творилось. Накал был очень такой жаркий, диверсии старались кое-кто проводить в толпе. Вот я не видела. Было, было, это было, и мы даже по толпе друг другу передавали, ни в коем случае не подаваться провокацией, просто игнорировали. Но три человека ходили в толпе и именно этим занимались. Вы видели, да? Это 100% не то, что видели, мы одергивали еще другим, Я должна это спросить, просто... Нет, 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 нет. Мы это видели реально, и мы говорили по цепочке, что ни в коем случае не подавайтесь на провокацию, это провокатор. Это было очевидно. Поэтому говорю, вот это самое, 16 мая, действительно, гагаузский народ как бы не было бы несчастья, ой, счастье, да несчастье помогло. Вы говорите об объединении, да? Мы говорим об объединении, о долгожданном, об этом давно, уже давно, давно говорим, и Аксакалы правильно говорят, что уже давно пора иметь нашу гагаузскую партию, чтобы она не была подконтрольна никому, и чтобы именно вот такие вот уважаемые люди Аксакалы, чтобы ее возглавили, рядом с ним стала молодежь, и чтобы мы делали все для того, чтобы нашему гагаузскому народу стало хотя бы чуточку легче. Почему нет этой гагаузской партии? Как вы думаете? Может быть, нет того предводителя? Об этом давно, давно-то идея гуляет, и все остальное. Насколько я знаю, 2000 подписей нужно только собрать для этого. Я тоже, я предлагал давно уже запустить эту процедуру. Насколько я понимаю, есть у нас и Ватан, у нас есть и Гагу, Скалки, то есть, они есть фактически. Если взять чуть шире полномочия, вот как сделал Валерий Яниоглу, им получилось, открыли, я не знаю, что дальше будет с этим всем, но то есть, при желании это можно сделать. есть, есть, да? Да, то есть, в любом случае, она должна быть, но она должна быть народная партия, без шлейфа, без никого, никаких-то рук. Вот если будет такая народная партия, вы вступите в их ряд? Обязательно. Первый будете, да? 100%, и об этом давно говорим. Теперь я хочу перейти к такому вопросу. Митинг, объявленный, который будет, который должен пройти на площади города Камрад 21 мая, об этом заявил активист, общественный деятель Михаил Блах. Как вы считаете, люди выйдут на этот протест? Народу будет много? Мне кажется, выйдут. Ну вот вы наверняка общаетесь с жителями Вулканежского района. Что они говорят? Ну тут пока еще так, чтобы конкретно с людьми не так, но все равно люди за права наших ГГУЗов, потому что по-любому они видят, что неправильно все делается. И люди согласны выйти только, чтобы победила. Я хочу еще зачитать, что по словам Михаила Блах, организаторов общенационального митинга, они намерены потребовать от центральной власти остановить процессы по выходу Молдовы из СНГ и гарантировать гражданам отказ от вступления нашей страны в НАТО. С этими тезисами вы согласны лично? Я согласна с этим. Потому что для того, чтобы вот это все сделать, надо сделать референдум. И люди выскажут свое мнение. Кто хочет, пожалуйста, точно так же будут как выборы. На референдуме должно все решаться. После этого решать то, а то там кучка народов. Согласны, они все, согласны в Европу. Пожалуйста, никто никого не держит. Но не надо уж чем блять права всех граждан Молдовы. Я сегодня иду, меня спрашивают, ты молдаван? Да. Какой молдаван, если у вас языка нет? Что можно говорить? Гагауз? Да, гагауз. Натуральный гагауз, чистый кровный. Так что, а паспорт то молдавский? Мое мнение такое, что сначала должен быть референдум, только после референдума они должны принять окончательные решения. Что вы скажете по этому поводу, господин Савастин? Что-то это вопрос давно идет. Вы планируете выступать? Мы собирали, помните, в 12-м году я был партией Шелина. Вот 12-й год я не помню, мне не было здесь. Да, если вы рассказываете. Я участвовал ЦИК, дал нам такое задание 200 тысяч подпись собрать по всей Молдове. И в автономии, и туда. По всей Молдове. И мы организовали автономию в своем районе. Инициативу группу создали и начали собирать. Два месяца надо было, чтобы 200 тысяч собрать. Мы собрали 232 тысячи. Идешь, человеку стучишься, или видишь его, зовешь, паспорт ваш, пожалуйста, возьмите и приходите. Кто согласен, мы объясняем. Трудно было объяснять, конечно, для чего это мы делаем. Для того, чтобы провести референдум, законодательный референдум по Молдове. Куда наш народ пойдет? Потому что в 11-м году, почему это мы хотели делать? В 11-м году загнали людей под страхом увольнения с работы со всех Молдовы на площадь национального восстания или там собрания, как они считают. И демократы были, они сказали, что вот 100 тысяч народа они требуют в Евросоюз вступить. Ну хорошо, 100 тысяч это же нестят, 4,5 миллиона Молдовы тогда считалось. Мы поэтому вот это затеяли и собрали 232 тысячи с запасом, чтобы там, потому что на один листок давался 22 этого фамилии. Если хоть одна ошибка была в одном листке, аннулировалось все 22. Весь лист получать? И у нас поселом нашли по одному предателю, они отказались от своей подписи и не вошли, потому что референдумы хотели сделать автономию, какое село, там где проживает 40-45 население, вот референдум делать, мы это сделали, но эти села у нас не вошли, потому что вот таких наши посты, значит, это по этому референдуму мы получили цикл, что у нас фальсификация пошла 800-7 тысяч, мы написали обратно туда, я лично у меня из ответа дома, там отвечают, что столько фальсификаций было. то, что вы сейчас говорите у вас ко всему этому есть документы, да? есть, они там объясняют почему, как может быть такая фальсификация, если человек выносит свой паспорт, ты пишешь там его фамилию, номер, паспорт, он ставит свой подпись, какая фальсификация, там могло быть, почему мы сделали лишнее, могло быть, там чуть как где-то они там поставили подпись вот такой, они, министры, приехала в одно село Владимировку и заодно подпись, и заодно село, я ему, мы выехали туда, я работал три с половиной года не признан Гаусской республики, заместительный представитель президента Гаусской республики, и мы выехали туда, я говорю, ваши следы, ваша машина здесь никогда не была в жизни, как бы заодно приехали сюда, витал мы же не говорим, что вы сразу работали, это был двенадцатый год, в одиннадцатом собрали эти, в двенадцатом мы собрали вот эти подписи, вот, и проверили свое, какое село войдет, а вот это они запретили делать, они знали, вот это фальшификация фальшивая, они нам сказали, что фальшивая, если бы провела Молдова, тогда бы народ сказал свое слово, что мы не хотим, мы хотим с Россией быть, ну, мы жили там, там служили, там присягали, а мужчина присягает один раз в жизни, он не может, у него не может быть две родины, я так считаю, что у меня отняли родину, с вами ничего не дали, я это говорил в высоких местах. Такое заявление, Илья Васильевич, родина, она как и мать, бывает одна. Что вы скажете по этому поводу, Иван Петрович? Как вам сказать, тут, понимаете, без митингов, я смотрю, ничего мы не добьемся. Чем больше будем митинговать, и чем больше людей будут принимать участие в этом митинге, тогда, я думаю, нас будет прислушиваться. Сразу в свое время, когда делали Гагаузию, ведь я и помню, что там было людей очень много, люди были заинтересованы все-таки. Что-то же, теперь, когда вот это вот партийные, пошли в партийные, будем говорить, вот это непонятно, как его, как вам выразиться правильно, чтобы партийные кланы, вот с этого пошло. Сегодня республика очень выгодна, чтобы иметь, то есть не дать Гагаузии партии. Почему? Потому что легко посолать туда людей, для того, чтобы создать партии, и потом указывать партии, как вести себя. Потому что против партии, решение партии нельзя идти. Это пошло, именно то, коммунисты развалились, развалились только потому, потому что всегда центральный комитет давал указания, а твое мнение никому не спрашивал. Теперь вот они по этому пути и нас держат здесь. Честно говоря, все-таки гагаузский народ, она показала свое, именно в то время, когда объявили Гагаузскую республику, и потом все-таки выступили над автономией. Но коля дали нам автономию, дайте, пожалуйста, нам, чтобы мы могли как-то это решить. Сегодня, смотрю, некоторые великие политики на сегодняшний день, что, мол, Евросоюз, вот, спасибо, мол, гагаузи сделали дороги, сделали то, да, делали дороги, то, что делали, вопросов нет. Но они делали дороги не для нас. Они делали для себя, чтобы была логистика, тем лучше, тем лучше. Ну и для нас, я думаю, что тоже. Не, вопросов нет, почему? И теперь, и второй вопрос, почему, где, говорят, он НАТО, почему мы, молдавский народ, будем говорить честно, и гагаузский, почему мы должны это НАТО? Во-первых, что такое НАТО? Для чего мы туда будем знать? У нас маленькое государство, маленькое-маленькое, и что, на сегодняшний день где-то рассчитывается где-то 2 миллиона. Зачем нам это НАТО? У нас должно быть нейтральное государство. И, во-первых, ни с кем, никогда ни с кем ссориться. Как может быть 5 человек доказывать 100? Это реально в жизни не бывает. Поэтому, я думаю, что тут они неправильную политику. И мы на этих митингах должны это четко сказать, что никакой НАТО и никакой Евросоюз. Потому что Евросоюз сегодня что нам дало? Вот если честно разберемся, что нам дало? Евросоюз значит, берет у нас только определенную сельскохозяйственную продукцию, берет. А потом нам же продают их не готовую продукцию. Два раза дороже. Но не все, Иван Петрович. Можешь ты сказать крокодиты, но я это мое мнение, поэтому я никого не настаиваю. Я понимаю, что это ваше мнение. А также для наших телезрителей я хочу напомнить, что все мнения и высказывания, которые сегодня вы слышите в нашей студии, за них телерадиокомпания ГРТ ответственности не несет, а несут ответственность непосредственно гостей, которые находятся у нас в студии. Также я хочу напомнить, что 14 мая в Гагаузии прошел второй тур выборов Башкана. Явка избирателей составила 54,56%. Согласно подсчитанным голосам ЦИК, за Евгению Гуцул проголосовало 27 376 избирателей, что составляет 52,39%. Ее оппонент Григорий Узун получил поддержку 24 913 человек, что составляет 47,61%. По поводу митинга господин Шиник, вы не высказались, и потом я задам следующий свой вопрос. Вы не один митинг организовывали, проводили, участвовали, поэтому скажите, пожалуйста, 21 мая вы будете на площади города Камрад? 21 мая мы обязательно будем, и вопрос просто в том, что, к сожалению, к этим митингам мы считаем, это мое мнение, что должны обязательно привлечься и примарии, и советы, то есть, это наша общая боль, потому что мы же прекрасно понимаем, что сейчас опять возникнут проблемы с транспортом, проблемы с доставкой, это должны уже подключиться советы примария, ну а как, люди же пешком не приедут, это уже однозначно, это понятно, поэтому проблемы есть, и постараемся их решать, конечно, будем встречаться со всеми ветвями власти, потому что вообще была мысль о том, озвучена даже, писал где-то в комментариях, люди просили, в принципе, чтобы было бы неплохо, чтобы в это время поставить небольшой монитор, и в каждом населенном пункте параллельно для тех, кто не смог выехать, чтобы были аналогичные митинги в каждом населенном пункте Гагаузии, в принципе, это тоже есть как бы мысль в этом, потому что в любом случае мы же понимаем, что всю Гагаузию никак не вывезешь. То есть отдельный митинг в Вулкане, в Тахичедер-Лунге не будет параллельно, будет один единственный митинг на площади столицы Гагаузии, один максимальный, как бы не максимальный, всенародный митинг. Я его даже как-то назвал в соцсетях, я считаю, что там назвали национальное собрание, у нас оно должно быть Халк-то-Плошу. Я думаю, что это будет правильно. И чтобы мы его назвали не просто митинг, а это Халк-то-Плошу. Халк-то-Плошу, собрание народа, губернского народа. Это действительно вся... Жители нашей автономии будут правильнее, наверное, так сказать, потому что у нас не только Гагаузии проживают на территории. Но я имею в виду, что-то боль нашей автономии. И сейчас что творится вот с этим беспределом тоже. Ведь фактически эта девочка еще не успела, ну, я так называю Евгению Буцеллу. Давайте будем... Ну, понятно, что она Евгения Александровна, так скажем. Она даже не успела вступить вообще никуда. Не приняла ни присягу, уже начали такие похлебанания, всякая какая-то грязь. Это, в принципе, это даже недостойно нашего... Дайте шанс хотя бы поработать. Ведь фактически рычаги давления потом они есть. В конце концов, если кому-то что-то понравится, есть процедура импичмента, есть все остальное. Но мы должны дать шанс этим людям, которые заявили громко, что мы сделаем из Гагаузии процветающий край. А тут ничего не началось, и уже всякие эти нехорошие действия идут. Спасибо за ответ. В Гагаузии 27 мая пройдет чрезвычайный съезд депутатов всех уровней. Такое решение было принято народными избранниками законодательного органа автономии. Вечером 16 мая после того, как Центральная избирательная комиссия Гагаузии прошли обыски по нескольким уголовным делам о нарушении на выборах Башкана, депутаты народного собрания провели специальное заседание, о котором я уже говорила, и было принято решение о проведении съезда депутатов всех уровней. Я хочу процитировать слова спикера народного собрания Дмитрия Константинова. Съезд долгожданный, мы его давно хотели провести, собираем депутатов всех уровней, депутаты других созывов народного собрания Гагаузии, примары и советники. Пока, конечно, не ясно, какие вопросы будут обсуждаться в ходе этого съезда 27 мая. Насколько мы знаем, скоро должно состояться заседание оргкомитета, которое будет заниматься вопросами и организацией этого съезда. И да, действительно, давно уже говорят о том, что нужно этот съезд провести. Если я не ошибаюсь, такие разговоры велись еще осенью, потом переносили на конец декабря, потом должны были провести в начале января. Я так думаю, что, скорее всего, в связи с тем, что у нас были, должны были состояться и состоялись выборы в Башкан-Гагаузии, съезд не проводился. Но сейчас, как все говорят, депутаты, как говорит спикер, все ласные слова, время пришло. Как вы считаете, почему это время пришло и что нужно обсудить на этом съезде? И еще дополнительный вопрос я бы задала вам, господин Савастин, скажите, пожалуйста, вы помните тот первый съезд? Ну, так, сто процентов нет, но я помню, я участвовал там. И вот сегодня, когда я слышу, даже некоторые депутаты народного собрания говорят, что мы не... Гагаузия является неотъемлемой частью, это неправильно. Мы являемся составной частью. Так было принято решение, за это просто Башкой дискутировали много, потому что неотъемлемой, значит, мы не могли даже вот это референдум 2 февраля 14 года сделать, потому что неотъемлемой нельзя отнять, а все остальное это как пазу убрал. Всегда, и тем более мы провели этот референдум, но я хотел бы поправить немножко, что у нас нет партии, да, был разговор, да, перед этим, что партии, это не был запрет иметь партию Гагаузии. Просто там надо было 300 тысяч запрет по всей Молдове. В то время? В то время. Представляете, в то время, кто бы нам дал подпись дальше в тех районах, северных, когда вот в то время нас не любили, сегодня отношения автономные другое. Молдавский народ поменял полностью. Ну, было такое время, мы уважаем, вместе живем давно, мы общались, работали по району, везде стоили с молдаванами, люди хорошие, как и мы все. Вот. на этом, значит, решаться должно быть в этом, когда 27-го будет, много вопросов станет, но у меня другой вопрос. Вот, представляете, там депутаты всех уровней, да, но надо отрезок времени взять. когда это состоялось, принималось первое, и вот эти вот партия, Ватан, Берлик, Халка, Халка, мы однажды объединились, это был 88-го, 21-го мая. Какие тогда объединились партии? Это было 21-го мая, по-моему, 88-го года, так я так помню. Да, я тоже находила эту информацию в ресторанах, тогда уделяли деньги, пару раз, и после уже перестали, это самое, но это уже совсем не значит. Это другая история. Но, я считаю сегодня, что там надо сесть, вот нам был, конечно, тут какие вопросы будем говорить на этом съезде? Важные вопросы. Я думаю, что в организационный комитет войдут представители Чедрелунского, Волканежского, Камрадского района. Да, потому что получится так, что сегодня разговор идет, медаль даже девятилетним у нас там пацанам медаль. Было такое? Расценивается, расценивается стоимость как бы этого медали, так и орден. Представляете, я столько лет, как началось, я одной дорогой тропинкой иду. Вот ребята знают, я получил орден, спасибо, я когда в форумзал был, он вручил, и он... Орден Гагаузи, вы говорите о нем. Орден Гагаузи, да. И была, значит, сессия как раз должна была идти, понедельник один, и вызвали нас, двое депутатов народного собрания не приняли это, не получили, где-то они были в командировке, и меня вызвали. И мы в тот день получили, и он такие приятные, говорит, сегодня мы сессию начнем, очень с приятного, вот эти люди, говорят, мы выискиваем этих людей и вот награждаем. Упустили, говорят. Вот я считаю, это очень трогательно было. Первый он меня вручил, после вот этим ребятам, депутатам народного собрания. А после, помните, 2 февраля, за это самое, за одно поднятие я Леичу дал вопрос, у нас он был, когда хотел в парламент попасть, и он говорит, ну кто будет что-то сказать, слово, у нас народ кто-то скажет такое, не то. Я говорю, я выступил и говорю, отец им на вопрос. Вот я говорю, вы, вот, это 17 человек было, проголосовали за проведение референдума, за одно поднятие руки, я говорю, разве можно дать орден, высший орден Гагаузьи. Это надо труд от начала до конца идти. Но может быть не за это дали? Вот только за это. Они, кто за это дали? За поднятие руки? Прошло уже 14 год, а это с 89-го, 90-го, 89-го, 89-го мы боролись за Гагаузьку республику. Ну я думаю, может быть, за какие-то другие дела, надо узнать. все равно, пускай, дали, дали, спасибо, что дали, берем. Понятно. Но, дело в том, что обессинивается это, тот орден обессинивается, когда его вот так вот туда-сюда кидаете. на съезде вы будете непременно принимать участие. Я думаю, что должны меня пригласить. Да, есть вопросы тоже где-то я выписывал. Будете выступать, наверное? если дадут возможность, да. Вот есть много работы делать у нас. Спасибо большое. Екатерина Филипповна, вы тоже активный житель Вулканежского района, активный женщина-патриот. Что скажете об идее проведения съезда депутатов всех уровней? Идея была, что должны были 2 октября провести, потом перенесли. Мы уже все там сидели, что-то я свои мысли, что хотелось бы не самой выступить, а именно передать Аксакалам наши эти предложения, наши боль, наши нужды, чтобы они по-другому там себя осветили, и как там получится. Я очень хочу попасть на этот съезд. А вы вообще помните первый съезд? Нет. Не помните? Я тогда была молодая, сейчас я постарела. Тогда я работала, в Кагуле работала, с детьми была, поэтому... Спасибо большое, Екатерина Филипповна. Иван Петрович, помните ли вы первый съезд и планируете ли участвовать в этом 27 мая? И как вы думаете, вовремя ли он сейчас уже будет проходить? Я думаю, что я назравил раньше. Но, когда сейчас приняли решение и надо провести, я думаю, тоже надо обязательно, потому что действительно, скажу, как бы там не было, как бы не было радикально, но скажу сегодня так, что нельзя сегодня попрекать людей гагаузии с теми, что мы вам дали кусок, то есть места. Они нам не дали. Мы здесь проживали раньше, чем они пришли. Итак, возьмем историю. Ведь вот это боджак, земля, как пишется история, они образовались именно благодаря, как говорится, это самое, России. Поэтому хотим мы этого не хотим, правда она есть, правда. Нельзя сегодня ее рубить. И в этом все-таки надо все-таки ставить вопрос действительно, не ревро. Уважайте, хотите вы, не хотите, но мы народ и вы будьте добры, уважайте нас. Мы никому вреда не делаем, мы никого ни на чему не хаим, мы сегодня говорим одно, будьте добры, обращайтесь с нами так, как мы обращаемся с вами. Вот и все. А то, что какое в них как они находятся, они пошли, что в руманизации не знаю, в руманизации действительно, как сказали, только надо референдум. Во-первых, какая руманизация может быть, Молдова образовался раньше, чем румыния, и только поговорим румынию. Ну, это дура, больше ничего. Можете оскорблять, извинить, конечно, меня за это слово, но она так и есть. Лучше вести себя корректнее. Не мне судить никогда. Они должны с нами принять такое решение. Огромное спасибо, Вадим Николаевич. О съезде депутатов всех уровней, примаров, советников. Ну, о съезде речь уже более двух лет. В принципе, первое, когда была весточка, оно давно уже витает в облаках, оно уходит, потом по каким-то причинам затухает. И все мы прекрасно понимаем, что сам съезд, в принципе, это второй орган после народного собрания. Чтобы его провести, нужно действительно иметь веские аргументы и самое главное, итог съезда должна быть принята резолюция. Самым главным и наболевшим вопросом Гагагузи. Вот над этой темой, над резолюцией и те вопросы, которые уже войдут туда. Действительно, должна быть орггруппа в расширенном составе, и мы опять же должны отбросить все политические окраски, флаги и все остальное, и мы должны поставить конкретно вопросы те, которые именно больны для нашего Гагагузского народа. Потому что мы видим, мы в принципе потеряли все, у нас ничего не осталось, кроме культурного наследия. У нас прокуратуру забрали, налоговую забрали, почту забрали, то есть ну все, я говорю, что в Гагузе в принципе ничего не осталось. И ведь одна из мыслей наших митингов, когда была, у нас была именно создать структуру Гагуз-газа здесь у нас, и оно бы само имело право выхода, заключать контракты напрямую, без посредника, без ничего. за счет этого уже цена падает в разы, потому что нет этих всяких так скажем рук, посредников. И поэтому идея в принципе она давно уже витает, поэтому я считаю, что его провести обязательно надо, и надо как можно меньше, оно будет радикально, я больше чем уверен в этом. и даже один из вопросов от жителей уже часто слышишь, раз от нас ноги точат, раз мы уже чуть ли не румыны, а не пришло время заявить о самоопределении. Это жалуются вам жители, Это люди говорят уже в открытую, пусть мы будем голодные и холодные, зато мы будем независимые, как бы это уже мнение начинает уже ходить в городе и в селах, поэтому я считаю, что это очень серьезно и в принципе 21 числа мы же знаем, что в Кишне будет проводиться саммит этот, ладно, европейский так скажем. Будем называть, он называется в поддержку евроинтеграции. Ну понятно, вот, и почему мы именно подумали 21-го сделать митинг, и я считаю, даже я обязательно обращусь к руководителю митинга, что на этот митинг обязательно надо обратиться во все депрессии Молдовы, и по крайней мере, чтобы наш посыл пошел к ним, на самом деле, какая демократия у нас строится. Я хочу также добавить, что организаторы подчеркивают, что общенациональный митинг будет проходить без партийных замен, и только под флагами Республики Молдова и Гагаузской автономии. Это я говорю о том митинге, который был заявлен 21 мая. Уважаемые патриоты Гагаузской Республики, представители Вулканежского района, я благодарю вас за беседу, мы всегда вам рады, оставайтесь с нами, уважаемые зрители на телеканале ГРТ, у нас всегда интересно и информативно. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова